День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Да, добрый день, у вас же. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. Семнадцати до восемнадцати часа. Добрый день, уважаемые радиосушители. Продолжаем работу прямого эфира. Небольшой технический сбор у нас был, поэтому мы с опоздания вышли в эфир. Эльдар Мамедов сейчас у нас на прямой связи посредством Зума из Брюсселя. Советник Европарламента по международным вопросам, если быть точной, группы социал-демократов. Добрый день. Добрый день, Абби. Да. Вот такой, может быть, вопрос концептуальный. Естественно, аналитики следят за тем, как будут делать, какие шаги во внешней политике новый президент Соединенных Штатов. Вот вы какие уже для себя сделали выводы, прежде всего, конечно, с точки зрения действий Байдена во внешней политике в разных регионах, в том числе близкого для вас азиатского континента? Междувосточного, да. Ну, юго-восточного, да, я извиняюсь, да. Юго-восточного, да. Ну, прежде всего, думаю, что очевидно то, что Байден прерывает с внешней политикой Трампа. И это видно, в частности, в том, что он гораздо больше внимания уделяет мультилатерализму, то есть разносторонней дипломатии вместо концепции, проповедуемой Трампом, America first, прежде всего, Америка. То есть в риторике Байдена мы видим, конечно, очень серьезный сдвиг в этом направлении. Мы видели это, в частности, во время его речи на Мюнхенской конференции по безопасности, где он несколько раз подтвердил свою приверженность традиционным союзническим отношениям Соединенных Штатов, прежде всего, с европейскими союзниками. Была продемонстрирована верность незыблемости НАТО, то, что при Трампе было поставлено под сомнение, пятая статья, в частности. Ну и, конечно же, я думаю, что мы должны различать между риторикой, тем не менее, и реальными действиями, потому что, скажем так, в реально политической плоскости очевидно, что главный конкурент и соперник для Соединенных Штатов уже является, и в ближайшие годы эта тенденция только усугубится, будет Китай. И, естественно, вот эти вот разговоры о приоритете союзнических отношений с Европой, они также нацелены и на то, чтобы сделать Европу своим союзником в этом долгосрочном противостоянии с Китаем. Если мы говорим о Байдене, он, на ваш взгляд, это все-таки делает в противовес Трампу, чтобы показать, что у Трампа была одна внешняя политика, а у меня будет другая, потому что, с одной стороны, вроде бы нам кажется, что, не кажется, так, наверное, есть, что демократы это вроде бы левые, они должны, наоборот, много внимания уделять на ситуации внутри Соединенных Штатов. Мы знаем, что один из первых шагов Байдена был, чтобы оказать этот пакет экстренной финансовой помощи тем американцам, которые остались без постоянных доходов. Казалось бы, как раз наоборот, они должны были быть сосредоточены именно на ситуации внутри Соединенных Штатов. Ну, здесь есть два аспекта. Во-первых, каждый президент Соединенных Штатов, как мы знаем, приходящий к власти, особенно если он из другой партии, он делает все, чтобы подчеркнуть, насколько его внешняя и внутренняя политика, в общем-то, тоже, насколько различаются от его предшественников. Поскольку Трамп был в каком-то смысле раскольником американской внешнеполитической традиции, то Байден как раз пытается сейчас сигнализировать, что он возвращается к традиционной американской внешней политике, что можно сформулировать очень коротко во фразе «America is back», «America вернул». Что касается внутренних дел, безусловно, они являются и будут главным приоритетом для администрации Байдена. Но для того, чтобы сконцентрироваться на успешном решении внутренних проблем, нужно подстраховаться и, по крайней мере, избавиться, по мере возможного, от внешнеполитических конфликтов. То есть застраховаться на межнеполитическом фронте от каких-то кризисов, боин, конфликтов, чтобы сконцентрироваться на домашней повестке. И этим, кстати, объясняется также стремление Байдена, например, возродить иранскую яденную сделку. Да, то, что я хотел спросить, да. Крайне неосмотрительно бросил в сторону, потому что ее отсутствие может привести к серьезному конфликту на Ближнем Востоке. Это последнее, что нужно Байдену. Вот интересно, вы уже предваряемый вопрос начали комментировать. Что касается, действительно, мы знаем, какие были отношения у Трампа с Китаем, с Турцией, кстати, в том числе, страной НАТО. Как вам кажется, Байден будет ли пытаться здесь все-таки выправить ситуацию? Особенно по отношению к Турции, влияние которой, наверное, после успеха Азербайджана в этой войне все-таки резко возросло. Может быть, я не прав, конечно. Нет, вы правы, Абик. Турция, Даган, в частности, проводит очень амбициозную, агрессивную, даже, я бы сказал, внешнюю политику. Турция пытается играть в роли Джокера в этом регионе, то есть тот, кто входит в союзнические отношения с Турцией, тот побеждает. То есть в этом в большой степени заключался посыл Карабахской войны. Что касается Байдена, то, конечно, американцы будут пытаться перетянуть Турцию на свою сторону, если говорить так совсем прямым языком, и отгородить ее, скажем, от более близких отношений с Россией. Но что касается самой Турции, по крайней мере, до тех пор, пока президентом остается Эрдоган, то я предполагаю, что Турция дальше будет продолжать играть такую роль, когда все борются за ее внимание и благорасположение, чем наоборот. И надо сказать, что нравится нам это или нет, но до сих пор Эрдоган вполне успешно справлялся с этой задачей. Да, вот интересно, продолжая вот этот вектор Турции, вы хорошо знаете этот регион, но вот этот успех Азербайджана в Нагорном Карабахе, ну, очевидно, кто бы как не оценивал, что это все-таки была победа в этом вооруженном конфликте. Пускай это закончилось соглашением при посредничестве России, но очевидно, что вот те районы, которые Азербайджан потерял, он вернул свои территории, поэтому, наверное, очевидно, что это победа. Как это вообще изменит расстановку и расклад сил в этом регионе? Или об этом еще рано говорить, потому что ведь Россия тоже никуда с этого региона не ушла, там ее миротворцы стоят. Как это дальше будет происходить? Я думаю, здесь есть несколько аспектов. Во-первых, Россия действительно застолбила свое положение в регионе как главный миротворец, не эксклюзивный, но главный. И тот факт, что российские войска сегодня находятся, но на международной признанной территории Азербайджана, а на Горно-Карабах, собственно, тоже является международной признанной территорией Азербайджана сегодня, это, конечно, очень большой сдвиг в том плане, что на территории Азербайджана до этой войны российских войск не было вообще, а сейчас вот они там появились. Это один аспект. Тем не менее, Россия в отношении конфликтов, скажем, в ближнем зарубежье, и так по-прежнему это называют, включая Южный Кавказ, она ведет себя достаточно сдержанно. И этим объясняется, в частности, тот факт, что Россия не кинулась, скажем, на защиту своего формального союзника в силу договора о коллективной безопасности Армении. Хотя Армения очень ждала, да. Россия выстраивала очень осторожную политику, которая, с одной стороны, позволила бы ей не испортить отношения с Турцией и с Азербайджаном, с другой, показать, кто все-таки в регионе главный. И этот главный на сегодня, безусловно, Россия. При этом, при всем, безусловно, нельзя было бы отрицать возросшую роль Турции. Тот факт, что Турция настолько однозначно и открыто поддержала Азербайджан, конечно, и тот факт, что эта война действительно увеличалась успехом для азербайджанской стороны, и, конечно, это очень сильно подняло акции Турции в Азербайджане, закрепило альянс турецко-азербайджанский и застолбило, так сказать, присутствие Турции в Азербайджане, в самой крупной стране Южного Кавказа. И, безусловно, Россия показывает так же, что она принимает эти реалии и с ними считается. Одной стороной, которая, может быть, скорее проиграла, чем выиграла от итогов войны, можно назвать Ираном. Потому что до войны вся коммуникация Азербайджана с Нахичеванским анклавом, вы знаете, есть такой уток, который зажат между Турцией, Арменией и Ираном. Вся коммуникация должна была проходить через территорию Ирана. Теперь, в связи с соглашением об окончании войны, Нахичеванская автономия и Азербайджан устанавливают прямой транспортный мост, транспортную связь. И это позволит Турции выходить напрямую на Азербайджан, через него и на Центральную Азию, практически отсекая Иран. В этом плане геополитический Иран проигрывает. Вот есть такой философский вопрос, не знаю, может быть, он даже не философский, а такой глобальный, геополитический. Вот эти действия Азербайджана показали, что если есть какие-то международные признанные территории, ну, в частности, вот те, что находились под оккупацией, и международное право как бы бессильно, вот мы знаем, что этот переговорный процесс велся 27 лет, и тогда получается, что нет другого пути, как с помощью военной силы, там, в том числе, самой современной, там, беспилотники и так далее, как бы выполнить вот эти резолюции ООН и другие международные документы только силовым способом. И вы помните, что в разгар вот этого конфликта многие даже эксперты говорили, вот видите, какой прецедент создан, то есть это показывает всем другим странам, у которых есть похожие территориальные конфликты, что вот только так они могут решить, а уповать, там, не знаю, на Брюссель, на Нью-Йорк, вот на все эти международные структуры, ОБСЕ, ООН, НАТО, ЕС, это бесполезно. Никто ваши проблемы территориально не решит, кроме вас самих. Вот нет такого вот здесь момента? Безусловно, это можно считать одним из негативных исходов, потому что действительно было продемонстрировано, что военное решение, оно работает, оно может быть эффективным при соответствующей подготовке, при правильных союзниках. И тут я должен сказать, что Ильхам Алиев все-таки достаточно грамотно разыграл эту партию, заключился поддержкой сильного военного отношения союзника, то есть Турции, обеспечил близкие отношения с Израилем. Мы все знаем, какую роль израильская технология, особенно дроны, сыграли в этой войне. И в то же самое время он сумел каким-то образом не испортить отношения с Россией. Стратегически разыгран очень грамотно. Что касается более широкой картины, то, конечно, существует вот эта обеспокоенность, что создан прецедент, при котором переговоры отбрасываются в сторону как неэффективный способ решения конфликтов, и упор делается на военные решения. Но тут, мне кажется, очень важно прижигнуть, что действительно в течение 27 лет переговоры не сдвинулись с мертвые точки. И я бы не стал в этом плане обвинять какую-то только одну сторону, виноват обе стороны. Потому что, с одной стороны, армянская сторона, сидя на этих оккупированных территориях, не проявляла никакого желания и стремления эти территории вернуть. Я имею в виду сейчас территорию вокруг самого Набона Карабаха. Не сам Набона Карабаха. С другой стороны, азербайджанская сторона ведь тоже и своей риторикой, и своими действиями никак не демонстрировала, что она готова принять не только земли обратно, но и население. Я сейчас говорю уже о своем Набон Карабахе в качестве полноправных граждан Азербайджана. Сейчас, правда, они говорят об этом, но нужно, говорить, и всегда его посылать раньше. Поэтому, к сожалению, мы находимся сейчас в такой ситуации, когда вроде бы как с одной стороны есть военные решения конфликта, с другой стороны политические вопросы ведь остаются не решены. Что будет, собственно, с самим Набоном Карабахом, что будет с той частью ООН, на которой сейчас находятся российские миротворцы, каким будет статус армянского населения этих территорий, все эти вопросы остаются не решены. И эти вопросы можно решить только вопросами переговоров. Иначе нас ожидает новый цикл войны, разрушений, реванша и так до бесконечности. То есть мы не можем говорить о том, что вот эта страница полностью уже перевернута, да, еще вот эти проблемные моменты остаются, и они нуждаются в каком-то решении, да? Мы сможем говорить о том, что конфликт более-менее решен, только тогда, действительно, когда все вот эти вот политические вопросы, которые я обозначил, они тоже будут решаться. Вот тоже интересно, я думаю, и наши радиослушатели обратили внимание, вот когда мы сейчас с вами говорим и о иранской ядерной сделке, ну, может, в меньшей степени, и вот о конфликте, который был вот вокруг Нагонова Карабаха и Турции, нигде не присутствует как бы Европейский Союз. Ну да, в ядерной сделке он тоже присутствует. Не свидетельствует ли это о том, что Европейский Союз в какой-то мере устранился от каких-то решений международных проблем, международных конфликтов, даже вот этот вот знаменитый визит верховного комиссара Борреля в Москву обернулся тем, что с одной стороны там обвиняли Борреля, что он там, не знаю, его там унижение всего Европейского Союза, да, он в ответ, пытаясь отыграть всю эту ситуацию, кричал, что надо ввести какие-то жесткие санкции. И получается так, что Европейский Союз, ее внешняя политика, ну, как-то она в растерянной ситуации, поскольку, ну, введение каких-то жестких санкций приведет к тому, что, ну, Европейский Союз потеряет возможность для диалога и с Россией тоже. Да, в Евросоюзе, безусловно, присутствует проблема в дефиниции его, скажем, межнеполитической идентичности, я бы даже так сказал, потому что Евросоюз, это, в общем-то, союз построенный на мягкой силе, прежде всего. Вот, верховенство закона, права человека, права меньшинств, вот это, это то, что определяет, является, как бы, знаком идентичности Евросоюза. Да. Но мир, в котором мы живем, и мы, вот, только что обсуждали, в частности, Карабахский конфликт, это мир, в котором, вот, именно грубая такая сила играет более возросшую роль. И нравится нам это или нет, но это так. И когда Евросоюз конкурирует, пытается конкурировать в геополитическом смысле с такими игроками, как Россия, или даже Турция, или те же Соединенные Штаты, то Евросоюз объективно в более слабом положении, потому что набор инструментов у Евросоюза не тот, что у этих игроков. То есть, вроде как, 500 миллионов людей, единый рынок. Это мощная экономическая, да. собрать коллективно. Да. С другой стороны, когда мы видим такие страны, как Россия и Турция, которые намного, намного уступают Евросоюзу в совокупности по ВВП и по всем другим экономическим показателям, но мы видим, что это страны, которые готовы применять военную силу для решения конфликтов в своих интересах и которым это удается. И это как раз та часть, то измерение, которого в Евросоюзе не хватает для того, чтобы Евросоюз воспринимали всерьез не только как экономического игрока, но и геополитического. И отсюда, в общем-то, та минимальная роль, или даже сказать, вообще нулевая роль, которую Евросоюз играл в Нагорно-Карабахском конфликте. Что касается визита Борреля в Москву, вы затронули этот вопрос. То можно, конечно, много говорить о том, насколько этот визит был уместен, насколько он был своевременен, правильно ли выброс был время и так далее, но все-таки сам по себе он демонстрирует, что со стороны Евросоюза есть силы, которые все-таки по-прежнему настроены на диалог с Россией. Настроена ли Россия на диалог с Евросоюзом, это другой вопрос, судя по высказыванию Лаврова. Лаврова и по дальнейшим высказываниям из серии мы прекращаем наши отношения с Евросоюзом. Но что вот это вот значит? Что значит это заявление? Что они закроют свое посольство в странах Евросоюза, выгонят послов европейских стран, прекратят торговлю? То есть, безусловно, фон, он такой сейчас очень негативный, напряженный, но дипломатию пока еще никто не отменял. И я считаю лично с точки зрения, что ехать в Москву это было правильное решение со стороны господина Борова. Ну, вы, наверное, правы, потому что мне всегда кажется, что вообще дипломаты для того и существуют, чтобы говорить, для того, чтобы, не знаю, вводить санкции, там, метаться угрозами и, не знаю, нотами протеста, может быть, и не нужен был бы этот пост Верховного комиссара, да, может было из Брюсселя что-то там вещать, да, вот такой монолог, потом Москва бы что-то отвечала, и на этом бы вся дипломатия закончилась. Ну, или ездить в Сан-Марино вместо Москвы. Да, ну, тоже интересно, они уже, кстати, в Сан-Марино там спутником прививаются, но это другая тема. Вот, вы упомянули иранскую ядерную сделку, здесь по этому поводу тоже, наверное, мнение неоднозначно, с одной стороны, кто-то говорит, ну, такие вот дипломаты-дипломаты и говорят, что, ну, лучше такая сделка, чем никакой, да, вот, лучше худой мир, с одной стороны, вот, те, которые, не знаю, более, там, пессимистически настроены, говорят о том, но смысл просто, чтобы формально считалось у нас есть сделка, все равно Тегера не будет это все выполнять, это какая-то ширма, ничего это не даст. Вот вы какой все-таки версии придерживаетесь? Я думаю, что это не вопрос веры, это не вопрос выбора, какая версия мне нравится больше, это вопрос фактов. И факты заключаются в том, что ядерная сделка, которая была заключена в 15-м году, она вела самый беспрецедентно жесткий режим инспекций, который когда-либо принимался МАГАТЭ, Международное агентство атомной энергетики, в отношении какой-либо суверенной страны. И в течение двух с половиной лет эта сделка работала, потому что, в частности, все доклады МАГАТЭ, которые составлялись в результате этих инспекций, они подтверждали, что Иран скрупулезно соблюдает условия этой сделки. Но природа дипломатии вообще любой сделки заключается в том, что я что-то даю, но я что-то и получаю взамен. И условия сделки были такие, что Иран открывает свою ядерную программу для мониторинга международной общественности через МАГАТЭ, но взамен включает снятие санкций. и вот эта вторая часть никогда не была осуществлена до конца, но с выходом Трампа из сделки были восстановлены все американские санкции, которые по условиям сделки должны были быть сняты. и в общем-то с дипломатической точки зрения это нельзя оценить иначе, как просто такой вандализм. Работающее международное соглашение, которое было просто разрушено потому, что Трамп под влиянием своих советников считал, что нажав на Иран больше, надавив больше, он сможет и получить взамен больше. Но, как мы видим, на самом деле все как раз работает в обратную сторону и Иран теперь уже сам тоже отошел под соблюдение некоторых пунктов этой сделки и наращивает обогащение урана. То есть мы можем сказать, что вот эта политика Трампа, которая заключалась в наращивании давления, что она привела к противоположным результатам. Может быть еще буквально коротко такой вопрос. Мы не упомянули наверное роль Китая, ну в самом начале мы сказали, что у Трампа с Китаем ну совсем отношения испортились после целого ряда известных заявлений и угроз там вести тоже определенные санкции в отношении китайских товаров. Байден, ну по крайней мере во время подобной кампании демонстрировал такой более взвешенный подход. Многие сомневаются, что он будет церемониться с Китаем и какие-то первые заявления администрации тоже об этом свидетельствуют. Как вам кажется, как дальше будет вообще взаимоотношение Китая с Европейским Союзом и Китая с Соединенных Штатами? Потому что понятно, что для Китая Европейский Союз и Соединенные Штаты тоже ключевые торговые партнеры. Что касается Соединенных Штатов, то, как я уже вознашил ранее, есть состояние системной конфликтности с Китаем, поскольку Соединенные Штаты на сегодня главная супердержава, Китай это супердержава, которая стремительными темпами поднимается и наращивает свою международную роль, не только экономическую, но и биополитическую. И в этом кроется источник, коренной источник конфликтности. Поэтому вопрос сейчас в том, в каком виде, в каких формах, в какой степени жесткости будет этот конфликт. Байден в своих первых заявлениях говорит о крайней степени состязательности extreme competition с Китаем, но желает избежать конфликта, в том числе военного конфликта, что было бы катастрофой. Что касается европейской роли, то она несколько более неоднозначна. Евросоюз, как вы знаете, заключил достаточно амбициозное масштабное заключение с Китаем об инвестициях, что вызвало некоторое недовольство в Вашингтоне, только он был заключен как раз в переходный период от администрации Трампа к администрации Байдена и некоторые влиятельные люди администрации Байдена были недовольны тем, что европейцы поспешили заключить это соглашение, не поконсультировавшись с Вашингтоном. Но это, кстати говоря, тоже признак, знак новых времен. То есть, при всех разговорах сейчас возобновившихся о трансатлантической солидарности, мы видим, что когда дело касается интересов, то американцы и европейцы действуют так, как они считают нужным прежде всего для себя. И канцлер Меркель, в частности, очень ясно выразил эту позицию, сказав, что мы не рассматриваем отношения США и с Китаем как необходимость примкнуть к какому-либо из блоков. Может быть, такой последний вопрос, что касается вообще, если мы говорим о социал-демократии, как бы вам кажется, сейчас вот эта европейская социал-демократия в поисках новой идентичности, потому что часто мы слышим, что сейчас умами европейцев больше овладевают эти либеральные идеи, с другой стороны довольно сильное консервативное крыло. Вот социал-демократы, не потерялись ли они, на ваш взгляд? Я думаю, что социал-демократия в большей степени стала жертвой собственного успеха. По сути, если мы посмотрим на программы ведущих политических партий в Европе и на то вообще, как устроен Евросоюз и индивидуальные его страны, я говорю, по крайней мере, о западной части Евросоюза, мы видим, что социал-демократические постулаты, они, в общем-то, приняты всюду, они в основе всех практически обществ в рамках Евросоюза. То есть, это государство благосостояние, это достойная финансируемая государственная система здравоохранения, это определенный уровень социальной защиты, возможностей для всех слоев населения, это защита прав меньшинства. То есть, в той или иной мере, мы видим, что вот эти все вещи, которые перечислены, они сегодня не подвердаются сомнениям ни со стороны консервативных партий, таких как, например, партия Меркель в Германии или либералов. Да, есть зеленые, у которых есть своя специфическая повестка, экологическая повестка, но она, в общем-то, тоже уже более-менее принята всеми основными мейстримовыми партиями. И в этом контексте, безусловно, да, есть такая проблема, когда социал-демократам нужно как бы заново изобретать себя и нужно найти, что сказать своему избирателю, почему мы другие, почему вы должны голосовать за нас, скажем, а не за других. И, конечно, сама эволюция западного общества в этом плане тоже представляет для нас проблему, потому что в предыдущие десятилетия социал-демократы, традиционная база социал-демократов был рабочий класс в профсоюзе. Да. Но поскольку социальная структура западных обществ сильно изменилась в сторону больше ориентации на сервисную экономику, на услуги, на финансовый капитализм. То есть социальная база исчезла, да. Да, то есть социальная база соответственно уменьшилась, а те люди, которые остались, скажем, в проигрыше от глобализационных процессов ввиду, может быть, недостаточного образования, каких-то других факторов, они сегодня тяготеют все больше крайне правом партии, таким как Национальный фронт, Ле Пен, во Франции, Альтернативу Фюрдойчфонт и так далее, да, и так далее. И вот, на мой взгляд, сегодня задача социал-демократов заключается в том, чтобы привлечь, снова вернуть на свою сторону снова, скажем, маленького человека, того, который потерялся в этом мире глобализацией, но в то же самое время не потеряв также и все наши прогрессивные черты, такие как опять же, защита прав меньшинств, открытость контролируемой миграции, феминизм и так далее. Спасибо большое. Так у нас близкое время подошло к концу. Эльдар Мамедов у нас был на прямой связи из Брюсселя. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания.